Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешам. Номер 345. События дня. Эпиграфом. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Вот так и видится Яков. Когда это писал, видимо, допекли прихожане его. За мирское за все берутся. Ревнуются и достигают, и учатся. А когда заканчивается, ничего и нет. Сейчас научились экономисты, экономический факультет. Что это такое, когда денег нет? Ну, Карл Маркс экономист был или нет? Когда капитал написал. А всю жизнь жил в какой нищете? Да как бы ни ангельс-то, ни фабрикант. Он писал, чтобы отняли у него, фактически это получается, раз он фабрикант был, капитализм-то куда должен был уйти? Дружба с миром проявляется в чем? Вот сесть и разобрать. Дружба с миром. Кто домой приходит? Чем занимаются дети? Вступали в комсомол у священников дети. Я давал тут материал такой. Местный священник тоже. А уж пионер и говорить не надо. Все по-мирски. Это вражда против Бога. И как он может научить людей? И чем кончилось? Было же 17-й. Не надо цифры 17. Как только 17 где-то мелькнет, 17-й год. Сейчас все говорят. Сейчас что идет? В Израиле первого священника избрали впервые за 2000 лет. Уже все назначили. И Машааха, его приход уже объявляет вплотную где-то рядом. И говорят 17-й год столетия. Тем более все, что вскрыли там гробницу Христа. Там как благодатного огня не будет. И все это с Тамерланом сравнивают. С принцессой Алтая. Тут когда ее вытащили из могилы. И что тут дальше было. И землетрясение. Ну все это соединяет. И что? Узнали. Ну остановить-то нельзя события. Вскрывали, не вскрывали. Вы что, не вскрывали гробницу? В ней спрятались что ли? Не будет, когда грехами все потоплено. Сколько убийств идет сейчас? Какие войны? Сколько абортов? Ужас какой. Лапотная Россия прибавку давала 3-5 миллионов каждый год. Сегодня все. Лекарства из-за. Над ребенком трясутся. Каждый день минимум 18-20 тысяч абортов. И как будто ничего нет. Ну как может Бог благоволить к этому? И опять же вот аборты. Ну Бог допустил. А вот когда фараон думал убивать младенца, Бог не допустил. А почему допустил? Так аборты-то кто делает? Неверующие. И Бог знает, кто это будут. Бандиты, наркоманы. Б. Подрастают. Проститутки еще в школе. Вообще понятия о святости, соломудрия нету. Их и убивают может поэтому. Что они не нужны. Ну даже хоть один раз рассуждения. Да были бы какие-то. Нет. Не оправдывать это, но узнать почему. Почему? Почему у баптистов, у настоящих православных ведь нет абортов. У мусульман-то нет абортов. Дело это те неверующие. А неверующие она и знает. А еще нищету плодить. Нищету духовно. Для ада. А так еще как-то может быть что-то. Маленько вперед-то поглядеть в рассуждениях-то. И тогда будет видно. Воспитывать во Христе не думали. А без Христа они нигде. А зачем они нужны? Бог не выглавливает ко множеству. Там миллиарды могут быть. Но если нет Христа, то не почитает сына, нет и отца. Нет. И нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы спастись. Дядя 4.12. Ну хочешь быть другом миру? Ну да. Ну а что друг мира? Мир тебе по-дружески дадут должность тебе. Будешь депутатом, оборотнем, милиционером, пузатым. Все пузатые в милиции почему-то скатываются. Обычно где-то на сидящее место, то есть. А это вообще. Или на взятках живут. Что они так пузатые-то? Нургалиев. Пузатых. Слово пузатых. В приказе первый раз встретил. Решил всех их уволить. Уволила. Они хоть что-то делали. А которые остались не пузатые, вообще ничего не делают. Блудят только и все. Нас в лагере в этом году, это было еще не прошедшее, приезжали. Смотреть страшно, какие пузатые. Рубашка одна. И ходит, как будто три подушки у него там привязаны. И не стыдно, ничего. Уродство. А зачем, говорите? Дружба с миром. Она проявляется во всем. В нежелании работать. Во лжи. В блуде. Особенно тупые-тупые. Кажется, тупее милиции-то никого и нету. А они должны быть острые, как Шерлок Холмсы. Их надо Конану Дойлю отправить. На выправку было. Это за 21 ноября. За 21, разве? 23. Это за 22. Как-то так. Почему у меня? 20... За 22-е. Тогда тут и 345-е, разве? 346-е, наверное, тогда. Я иногда не подправляю. Ну и дальше. Не любите мир и не того, что в мире. И дальше о мире. Сколько? И возненавидели за слово. Прочитайте эти места. И ролики. Три ролика. Сразу можно посмотреть. Посвящается всем ушедшим из православия. И вот путь благовестника православия. Один служитель МП сказал. Семинарий Духовной Академии мне дали очень много. Я научился так врать, что сам в это верю. Что песок и песком можно покрестить. И у кого Олега Стеняева? Никак не ожидал. Я его всегда в пример ставил. Из всех, которые что-то говорят, он больше всего из Библии берет. Положительно. Где он в Библии нашел? От воды и духа. Но он же не сказал, Христос, что от песка и брюха. Ну, себя маленько-то бы глянуло. В пустыне было, крестили, где-то народ не знает. Не было, не крестили. То есть один раз над монахом попытались сделать, но лепископ Дионисий сказал, не выдумывайте. И попутно сказать. Равноапостольный Константин. Вот вопрос. Сейчас вот над Владимиром там памятник ставят. Но это ничего не дает. А там у патриарха свящает, и президент, и вдова Солженицына, и кого только нет. И все это шоу. Ничего не дает. Народ какой стоял, так и стоит. Везде стоят полицейские, охранники смотрят. Что это даст? Ну, стоит он там. Стоит камень. Камень, приобретший определенную форму. Получил за это деньги. Ну, а с Владимира-то что вы можете взять-то? И стоят даже там, считают. И патриарх-то говорит. И... Ну, лучше бы не говорил. А вот он такой пошел, искал, выбирал. Да как выбирал-то? Послали-то людей, которые ни одного слова по-гречески не знают. Неверующие. Язычники. И они как на небе были. Я говорю, а на соседней улице Павел там пришел и благовествует. И они там пришли. Они приняли бы веру Павлу, так ничего нет. Голые стены. На органы чувств, только на одно. На уши. Вера от слышания, а нет глядения. А они обоняли. Ладан был, конечно. Накормили хорошо их. Пение было прекрасное. Вот это вера. Тут есть на что посмотреть. То есть они увидели изыщество. Своё, родное, близкое. Ну, дальше-то маленько можно было сказать-то. Константин Великий. А когда он стал православным, то хотя бы сказали. Когда? Не равноапостольный. Про это уже говорить не надо. Это фальшивое название. Ложное. Он дня не был равноапостольным. Не ходил, не проповедовал. Не страдал за Христа. Он всех изятелей киньи утопил. Борьба за власть была. Ну, тут все понятно. Как он истолковал. Потому что раз он сделал, христианам дал свободу. И христиане сразу же стали требовать в ГУЛАГ отправить православие. Противников своих. То есть, четыре столетия мучили, как будто ничего не было. Три столетия. Почему? Вот князь был, сделался таким. До самого смертного часа крещения не принимал Константин. А принял крещение уже в последний раз. Православных было столь много. Но намного больше, чем еретикоп. Однако он ни одному не доверил православному. А вызвал еретика и от него крестился. Да он же еретик. Он умер еретиком. И теперь только все опубликовать начинает. Призвал кого? Какого орианина? Самого злейшего врага. Равно апостолю. Ну, непрерывная ложь. А ложь от дьявола. Что с нами сделалось-то? Ну, чего не сказать-то, что человек был нерожденный свыше. Ничего мы дальше не знаем. Может быть, он спасенный. Дал, ну, сделал государственной религии то, что он видел. И в этом направлении все и пошло. Хлынули туда толпами. Всех обратил. А кто истинно понимал, не знал, куда идти. В пустыню. Бежать. Да можно было такую схватку устроить, проповедовать, ходить, благовествовать. Нет. Ни одного не было. Ни баптиста, ни адвентиста, ни свидетелей Иегова. Еретиков-то никого не было. Таких. Ну, про меня там спрашивают. Про болезни, что-то. Я... Да дома ли вы из больницы выписали? Нет. Да я не был там. То есть проверили и все. Это из прошлой недели. Скорая не потребовалась. Меня просто толкали туда. Обвиняют, что я пренебрегаю своим здоровьем. А утром меня увез наш брат Николай Крущинов в краевую больницу. И там все анализы и взяли. Здоров. Опугали тромбоплебитом. Ничего нету. Ни лекарства, ни уколов. Абсолютно хорошие. Как у молодого мне говорят врачи. Эти сосуды. Сосуды проверяли в основном. И дальше дыхание, температура, сердцебиение. Все, все синхронно, все нормально. Благодарение Богу. Виктор Горбачук. Христос воскрес. Меня зовут Виктор. Живу в Нижегородской области, Ордатовского района. С Михеевка до Дивеев. 15 километров. Пришел к Богу 5 лет назад. И теперь моя безбожная жизнь переменилась. Мне уже 60 теперь. Я очень ревностно отношусь ко всем. Особенно, что творится в храме. То есть поведение. Стараюсь не обидеть никого. Но спуску не даю. Если не даешь, значит обидишь. Очень благодарен за вашу любовь. Какая тут любовь, увидел. Ко всем людям. И страстную молитву постоянно. Так, молитву. Постоянно смотрю ваши ролики. Они очень многому учат, как вести себя в современном обществе. Многие, с кем вы общаетесь, получают новый путь к спасению. Я в том числе. Получают новый путь к спасению. Я в том числе. Вот это можно выделить потом. Писать можно много. А главное любить всех и молиться. Володе поклон и исправляющимся. Я молюсь за вас. Ваша искренняя вера всегда пребудет с вами. Аминь. Спасибо вас, Господи. Аллилуйя. Ну, видно, человек учился или не учился в школе. Я ошибки не стал выправлять. Каждое слово по две ошибки. Ну, говорит он. Ну, что ему ответить? Он ничего и не просит. И вот сегодня один заходит. Видно уже. Понятно, что заходит Адвентий с седьмого дня. Или Баптист. И говорит. А где вы нашли, что, говорите, Христос придет во второй раз? Во всей Библии нигде нет во второй раз. Он говорит. Придю и вселюйся в вас. То есть один стих взял. Тогда я ему говорю. Вы смотрите. И Евреям 9, 27, 28. И как человекам положено однажды умереть и потом суд. Ну, положено умереть или не положено. Сколько раз умереть? Однажды. Ну, вот я и беру это место. А потом суд. Так и Христос однажды принесет себя в жертву. Однажды. Первое пришествие. Чтобы поднять грехи многих. Во второй раз явится не для ощущения грехов. Нет, там прощения уже не будет. А для ожидающих его спасения. Так эти слова тоже перевернули. Так это второй раз он за церковью явится. Что восхитит, а грешники останутся. Ну, а когда придет судить мир? То придет, придет. Ну, второй раз уже он был. За церковью. А третий раз придет для общего суда. Значит, три пришествия. Ну, да. Это уже согласно. Тут некуда деваться. Ну, с чего вы взяли? Это три, когда написано во второй раз. Не для ощущения грехов. Не для ощущения. Уже все закончилось. Покаяния нет на суде. Ну, а как тогда? Никак. Как написано, так и есть. Оставьте расти плевелы и пшеницу до жатвы. Жат по кончинам века. А они пшеницу сначала вырывают за тысячу лет раньше. Тут-то толковать вообще нечего. А сегодня... А мужчины хотели наоборот. Сначала плевелы выберем. А Господь не дал. Там плевелы старались выдрать пораньше. А сейчас пшеницу раньше. Все смешалось. И вот интересно. Тоже вопрос зашел. Коммунист заходит. Видно, что коммунист. Ну, и вот вы взяли при советской власти. Как было хорошо. Все было. А что было? Ливерная колбаса. Ну, учеба была. Бесплатная больница. Да и больница-то, лечение-то какое было. Строг жизни-то людей уже уменьшился до 50 лет почти. Больница. Для себя все было. Реанимация вся. Вот Иоанн 7,17. Кто хочет творить волю его, тот узнает о себе мучения. От Бога ли оно или я сам от себя говорю. Я много занимался атеистической литературой. Иду на работу и с собой беру Том или два Ленина. Я с коммунистами легко разговаривал. Я ему сразу страницу Том на память. Он откроет. Действительно так. Это вы его всего знаете. Там 55 того. Ну, может, что-то я и не знаю. Ну, и как хороший был, я говорю, человек, допустим. Я решил узнать, от кого это учение. От Бога нет. Я гляжу, это по-человечески. Арестовать, расстрелять. Я это умею делать. Расстреливать. У меня ружье есть. Так, еще что. Ну, и дальше еще. Грабь награбленная. Больше чего он сдал. Он ничего не мог дать. Он не работал. Кто-то подсчитал недавно. И говорит, он работал в жизни только полтора дня. Адвокатом за какого-то там человека обидели. Он что-то ему написал заявление. Это конкретно он юридически оканчивал. Как я еще учился в школе, думал, юридически это что-то. Ой. И керенский юридически это, наверное. А ничего и нет. Самое сегодня востребованное, чтобы оправдать преступника, специальность. Вот я начал Ленина исполнять. И вижу, ничего там божественного нет. Ничего. А когда Христово учение, каждая строчка. Нет, это невыполнимо. Самое простое невыполнимо. Ударят по носчике, ударят вторую. У меня сила есть. А когда бы зубы будешь собирать? На задворках. Но я понял, что не выполнить учение Христа никак. Никак. Раздай имение, следуй за мной. Я столько времени трудился, добирал. Почему я должен отдавать-то? Ближнего, как самого себя. С чего ради-то? В природе нет у вас закона, чтобы мы любили друг друга. Нет. Это Иван Карамазов говорит. Нету его закона. Так, значит, нету. И все за себе спрашивать. Нету. Каждая семья, корова от корыта другого отгоняет. Себе лишь бы взять. Нет этого. Ни зайца не любит, ни волк. Волк обязательно где-то они столкнутся. Даже родственные. И поэтому любите Бога. Уж не будем говорить, раз не верующие, а просто выполнить. Кто хочет творить волю, вот волю Божию, тот узнает о себе мучения. Как узнает? Начни исполнять. От Бога или сам от себя говорю. Хочет творить. Не считать, а творить. Муж глава жены. Ну вот теперь попробуй выполни это. Да ведь мужья-то какие сегодня. Творить волю Божию. Прелюбодение не наследует царствие Божие. И все. Как Аполос говорит Великий, что это самое страшное преступление. Мозги-то от чего такие? Ни памяти нет. Изблудили? Изъеденные. Память больше всего отнимает блуд и компьютерные игры. Сегодня еще вот эта беда, чума пришла. Так говорит Господь. Проквец человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой. И которого сердце удаляется от Господа. А может такой человек быть благословенный? Не может быть. У него все будет кверх ногами идти. Надеется на человека. А какое? Вот пришли ходатай. Пришли, там шуба у него завернутая, сидят перед Ульяновым. И он дает. Что он может дать крестьянину? Только одно раскулачить. Хитрый, лживый. Более преступного человека не было. Он в тысячи раз злее самого злого, тирана. Какие были Наполеона, Гитлера вместе взятых. Об этом говорит Смирнов, отец Дмитрий. Его даже хоронить земля не принимает. Избирь, чудовище. Надеется на человека, на него надеялись, сходили, черпали силы. Он живее всех живых. Это Маяковский написал. А потом сам себе пулей пустил. А сейчас доказать хотят, что нет. Не запустил пулей. А вот его убил. Кто бы его убивал-то? Сейчас воспоминания. Его там прелюбодейка, писательница была. Я только выходил от него. В коридоре слышу хлопок. Я вернулась, он уже лежит. Никто ниоткуда не заходил. Он один был дома, делает опоры. Надеется на человека. Плоть делает свои опоры. Плотской человек. И сердце удаляется от Господа у него. И вот Еремия, 5, 50 и 2 стих. Возвестите, разгласите между народами, поднимите знамя, объявите, не скрывайте. Говорите. Вавилон взят, вилл посрамлен, в городах сокрушен, и стуканы его посрамлены, и идолы его сокрушены. Но это был Вавилон. И когда говорится, пал, пал Вавилон, в Откровение, 18 глава, то святые отцы все одинаково толкуют. Вавилон это Рим. Ни Вашингтон, ни Аман. На семи холмах. И дальше поясняется. Все, и что там было. Вавилон. Вавилон это Рим. А, вон как. Вавилон, Рим, они толкуют. Понятно. Рим. А Рим пал. Второй Рим, Константинополь, Новый Рим. И третий, Москва. Епифадев Славенецкий говорит, а четвертому не быть. Значит, Вавилон это Москва. Понятно. Дальше. А вилл откуда взято? Владимир, Рич, Ленин. Первая буква. Так у него было там 113, что ли, разные кричи. Старик и какие. Он менял эти фамилии, паспорта. Но остановился на вилл. А кто такой Ленин? Ленин это показывает, там, знакомый или дядя, там, Ленин. Фамилия его. И как он эту дворянскую фамилию перетянул на свою кличку. И забыл, что он Ульянов, сын Ульяны. А теперь на Лену переписался. Владимир, Рич, Ленин. Вилл, Вавилон взят. Участь его готова. И вот я пишу. Еремия, 17, 5. Проктает человек, который надеется на человека. Вот кавычки. Это моя статья была подана в газету. Ее напечатали. Но она не сначала. Я, видите, отрезаю. Когда через 70-летний порог брызнули первые лучи гласности и свободы и стража, не дождаясь воскресения этой мумии Ленина, взору современников предстала чудовищная химера, маленький лысый пигмей, угробивший прекрасную страну. Сто миллионов жертв принесенных в угоду его сатанинскому учению потребовали отмщения. Тот, на кого надеялись целое поколение, образ, кого лакировался и стилизовался под звериной нравы правителей, оказался по своей жизни и биографии недочеловеком. Унтерменш. Вот он где. И от него унтерменш, это все остальные названы были. Вина его и грех столь велики, что входишь в соблазн. Да человек ли это был или дьявол с человеческой оболочки. И тут тоже пропуск. Три точки. Сегодня только бездомные уголовники могут почитать этого величайшего тирана и деспота, врага рода человеческого. В памяти народной он останется, как притеч антихриста, обольстивший всю вселенную. И не дал Бог покаяния тому, кто влиял на умы и сердца своим языком. Бог отнял язык. То есть он говорить не мог. Россия очистится от этой скверны, принесет покаяние, испил горькую и чашу искупления вавилонского пленения. То есть коммунистического. Ну и дальше. Молодежь Алтая. Номер 17, 1988-76. Это в газете была полная статья. А там еще время-то было советское. Как интересно допустил, Глушенко был главный редактор. Там еще и не сняли. Ну он тогда дал знать. Ну кто может ответить Лапкину? Он вот написал статью. И нашелся только один. Кандидат наук, там марксизм, ленинизм преподавал. Не нашлось. Профессор не один. То есть они все понимали, что я правильно пишу. И он начал говорить. Говорить я говорил совсем не по делу. И статью не напечатали. В коммунистической. Молодежь Алтая. Вот я показываю когда. Вавилон это Москва. Пал Вавилон. Москва это третий Рим. Я повторяю. Андрей Кесарик и Падокийский. И Фрем Сирин. Там папи. Там кого только не было. Ирине Ильонской. Все одинаково говорили. Пал Вавилон это Рим. Рим. А Рим не один, а три. У Бога все-таки на три идет. Три Владимира в России. Три Михаила. Третьим все закончится. Третий. Кто не знает, я скажу. Михаил Первый из династии Романовых. Второй Михаил. Царь Николай в пользу Михаила. Трех состав. Второй на 3 марта 1917 года. И третий Михаил пришел Сергеевич Горбачев. И закончилось. С государством закончилось. Покончено было. При нем последний президент. Последний так и называется президент. Все. Разрушено. И по вере. А вере. Первый князь Владимир. Раскрещивает ее. Князь приходит уже. Вот этот вилл. И третий, который будет. Видимо приведет к Антихристу. Третий. На 3 все так. Это вот на сегодняшний день. О размышлении. Ну и показать. Что у нас тут есть. Первое. Игорь Кот. Фамилия или что тут. Это вот мой мир. Это хорошая такая система. Я люблю ее. Она была вообще самая лучшая в мире. В интернете. А потом ее обкарнали. Сейчас посылать не знаешь как. Но все равно хорошая еще. Что он тут пишет. Кто такой. Вот прям тут. Видите. Я открываю. Но если будут матерки какие. Я закрою тогда. Просто показать что. Игорь. Что тут такое. Вот что-то ему открыть. Но уже не буду открывать. Потом тут некогда. Что он хотел тут. Еще один. Так. Что он такое. Доброй ночи. Отец Игнатий. Мир меняется. Душа горит. От круговерки суеты. А греховная страсть возрастает. Вопрос у меня. Есть желание измениться. Скажите пожалуйста. С чего начать борьбу против действий греха. И что делать. Когда преподают. Пропадают телесные силы. Спаси Бог. Я отвечаю. Я на 3.7. Не удивляйтесь тому. Что я сказал. Тебе должно вам родиться свыше. Простите меня грешного. В чем простите. Если напишу. В конверте письмо. Фото. Тоже нужно приложить. Но я ему отвечу. Что не пишите. Зачем мне письмо. Проще. Когда все тут есть в письме. Я отвечать на письма не отвечаю. Тем более. С чего ради-то. Убрать сегодня 5. Поставил. Так перекачка шла. Это наш форум православный большой. Главное новое сообщение. Если кто думает писать. А если не писать. Так приходить можно. 1600 с лишним тем. Ну и наш львоканал. Восстретив Библии. Все. Восстретив Библии. Открытым оком. Вот сейчас открою. Тоже могу наткнуть. Вот сходу. Видите колокольчик. И один. Роза. Роза. Непонятно. Не Розанова. Ага. Молодцы все. Что тут написано? Ну, что-то я не так, видимо, сделал Нажал, там было что-то не так Какая красота, молодцы Все нет, пьянки, драки Все очень красивые, особенно женщины Желаю счастья вам, держитесь Так, естественно, красота Ваши свадьбы, я смотрю, имею в виду Свадьбы верующих Всем счастья вам Ну, вот видите, как пишут люди А тут как раз у нас бракососочетание было Вот так заходят Ну, нравится, он отзыв свой сделал Женщины у нас красивые, да, красивые И женщины красивые А чем они красивые? Приехали тут в директор библейского общества Сибирского Булатов Алексей Владимирович Ну, и привез своих там спонсоров Для кого американцы пожилые И переодели Приехали в брюках Но мы сразу их переодели, дали Юбки надели И он вышел и говорит Или там Какие у вас женщины красивые? Говорит, одеяние красивое Они такие же женщины Нет Ну, верующие Я 18 лет вел занятия Только в одном университете А так-то в пяти В техническом И пришел ректор Ректор Ивстегнеев Владимир Васильевич Там заслуженный, доктор, академик Побыл на занятиях На наших вышел Говорит, а что у вас за люди такие? Я говорю, какие? Так они там светятся Я говорю, как светятся? Так вы еще ничего не видите Ну, я привык, значит Люди мира сего Ну что, я его зазомбировал Еще, как наши недруги говорят Это фотография есть Стоит, его засняли Как он у нас был И пришел мне один с ученым секретарем С профессором Улеське Валерием Викторовичем Как-то заходит Мы сидим, занятия Идут здесь Ну, ограда у нас Храм-то в обыкновенном доме Сидим, занимаемся И заходит Приехал сюда Директор красного магазина Исаев Только зашел И в калитке застрял А что это у вас тут такое? Я говорю, а что? А так вы ничего не видите? Я говорю, нет Да это что-то особенное Это такая аура положительная Аура положительная А мы сидим, занимаемся Я говорю, это верующий у нас Храм здесь То есть люди Первый раз Когда шагают к нам И вот такое у них мнение Я слышал неоднократно Притом это В разных местах А что это такое? Вот тебе нимб Не надо рисовать Люди заходят Еще про нас почти ничего не знают Но уже слышали И заходят И сразу это видят А что это такое? Благодать Божия Благодать Мы ничего не придумаем А эти-то которые Где льстят своим Всегда Павел говорит У нас не было лести никогда Он сделан Грамотно Красиво Легко искать Ну и самое ценное Во всем что показал Это вот вопросы Справа Вопросы и ответы Каждый вопрос Это мне задавали В университетах Милиции Везде Вот они ответы Тут книги Вот открытые Вот я который сейчас прочитал Про вилла Проклятого Это вот взятая С книги До слова Божия Нет усов Если нажать на нее Тут заголовки идут Тут как раз Эта статья Я сегодня отсюда Скопировал Проклятый человек Который надеется На человека Вот она И вот Облом коммунистов Вот допустим Я открываю Выделяется 459 страница Видите Некоторое время назад В краевой прессе Появились разоблачающие В кавычках Материалы о лагере Стане Созданном православным Проповедником Игнатием Лапкиным Ни один коммунист Ни в тюрьмах Нигде меня не называл Лжепроповедник Никогда Это только православные Особенно если С миссионерским отделом Связаны А не бешеные Булыжник Вместо мозгов Не встречались Не знают Лапкин в свое время Пострадал от коммунистов За веру Боролся с той властью А после падения Коммунистического режима Решил заняться созиданием Стал отстраивать Покинутую некогда людьми Деревню Потеряевку Осваивать землю вокруг нее Обустраивать пруды На каникулах Лапкин Уже много лет Организовать лагерь Отдыха для детей Из православных семей Объявление о наборе В этот лагерь Расклеивается По Барнаулу Поступает в печать При встрече с родителем Лапкин Всегда разъясняет им Режим и условия жизни В лагере Это пишет человек Который в лагере был Несколько раз Быть прямо скажем Скромной Ни телевизора Ни дискотек Но зато Чистый воздух Купание Рыбалка И проще Радости лета Однако счастливое детство Встало кому-то Поперек горла Барнаульский большевик Это первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Геннадий Бобров Написал статью о том В каких ужасных условиях Живут детишки Самой сильной страшилкой Был рассказ о телесных наказаниях В лагере Введенных Лапкиным Для провинившихся детей Понятно Что должны были Последовать Орг-выводы Предполагалось Что будет возбуждено Дело против Истязателя В кавычках Но Мамонтовская прокуратура В возбуждении уголовного дела Отказала Была проведена проверка Которая установила Кавычки Факт применения Физического насилия В отношении детей Жестокое обращение С ними в лагере Стане Находящемся в стиле Потеряевка Мамонтовского района Не нашли своего подтверждения В действиях начальника Воспитателей лагеря Стана Отсутствуют признаки Состава преступления Предусмотрены Статьей 156 УК РФ Было выяснено Что наказание в лагере Это не мучение Или истязание Они носят скорее Символический характер Кавычки закрыты В возбуждении уголовного дела Отказано За отсутствием Состава преступления Кстати Хорошо было бы Слава Иисусу Христу Старшая сестра проверяет Живой я или нет Хорошо было бы Если бы работу Сотрудников прокуратуры Вынужденных проводить проверку По каждому подобному сигналу В кавычках Оплачивали сами Сигнализирующие Не людей Так хоть деньги свои Пожалели бы Сергей Кочевников Сводный курс 21 октября 1999 года Страница 24 газете Вот так Вот смотрите Сколько здесь Это все из нашей Коммунистическая зараза Заголовки-то какие Коммунистическая зараза А почему Пруду нельзя купаться тут И как были допросы Вот это целая статья Это все в этой книге Облом коммунистов Дальше Встречное течение Потеряевка держит оборону Тоталитарная секта Вопрос дальше доказывает Что означает это Потеряевки Косят от армии Потеряевка Это комсомольская правда На Алтае 24 октября 1999 года Потеряевка Двойной взгляд Откуда это Смотри как много написано Это где Откуда взято Ганов СНГ От Алуковского МК Московская комсомольность На Алтае Каникулы в Потеряевке Долгий путь и остановка Потеряевка Это все в книге Которая называется Для слова Божия Нет уз Вот она Для слова Божия Нет уз Там Она вся почти С документом Где что писали о нас Ну зайдите Посмотрите А события дня Прошедшего Что большой мороз был Я сидел Мерзнут Ноги мерзнут Одел еще сверху Китель военный Ну и вечером Отопили Сейчас сижу Уже раздевший У нас ничего лишнего Нету Так сегодня Володя Он ушел Нет Да Володя Не забывай Сегодня две машины Кому говорили Угля завести До конца Довести надо Я вчера говорил Нуждаются Ну и все На этом Во славу Божию Субтитры сделал DimaTorzok